Висячие сады, свободная веревка, так называют фрироп. Это один из экстремальных видов спорта, суть которого в преодолении расстояний на скорость. Особенность трассы в том, что она висит в воздухе, прокладываясь между деревьями или специальными столбами с помощью веревок, тросов или цепей. В Губкинском фрироп год от года становится все популярнее. В первый раз мы используем тибетский мост, но в основном все элементы повторяются. Нас просили просто очень сильно, чтобы были полегче дистанции, потому что холодно. Как всегда у нас снег идет. Ни холод, ни падающий снег не смогли повлиять на желание любителей фриропа пройти веревочную трассу. В соревнования собрали 13 команд. У каждой две попытки – пробная и зачетная. Победитель определялся по наименьшему времени, за которое все члены сборной прошли все этапы трассы. Самое сложное, вот я не знаю, когда руки замерзнут, мне кажется. Но руки мерзнут, и схватиться тяжело. Они не сгибаются просто. Есть какая-то тактика, которую вы используете? Тактика? Да, особая тактика. Главное – помогать друг другу. Ну, это самое главное в Европе. Что самое сложное было? Треугольничек. Почему? Ну, там нужна растяжка. Лично для меня это был последний этап. Самый сложный. А все остальное, ну, довольно-таки легко. Желательно на следующий год, чтобы было посложнее, чтобы было поинтереснее. Интересно себя проверить и показать нашему подрастающему поколению и тем детям, которые у нас занимаются, ну, пример. Показать пример воспитанникам, проверить свои силы и возможности или просто активно провести выходной день. Причины, по которым люди объединяются в команды и участвуют в соревнованиях по фриропу, разные. Радует одно, отмечают организаторы, что команд от соревнований к соревнованиям становится только больше. Первый раз. Интересный опыт. В принципе, понравилось. Ну, немного не дошли, но все равно было хорошо и весело. Весело отдыхаем. Причем нет. Хорошая погода, позитивно. Подышать воздухом, поучаствовать. Не первый год покоряют висячие сады сборные Сибура и филиала Муравленковского многопрофильного колледжа. Команды газовиков и департамента по управлению муниципальным имуществом. Чуть меньше, но также не первый раз выступают команды Форпоста и телерадиокомпании «Вектор». Я думаю, здесь больше играет роль не сколько раз ты выступал, а физическая подготовка, выносливость. И все, и тогда в фриропе можно спокойно участвовать. Физическая подготовка, конечно, сыграла роль. На большое значение имеет и тактика прохождения веревочной трассы, отмечают участники. По итогам соревнований третье место со временем 4 минуты 23 секунды заняла команда сборная молодежи. На втором – команда комсомольского газового промысла «Сила Сибири». Ребята прошли веревочную трассу за 4 минуты. И первое место с результатом 3 минуты 54 секунды заняла команда губкинского ГПЗ «Сибур». Екатерина Склюева, Илья Квасов. Новости Губкинского.